Владимир Гацко – донор еще с университетской скамьи. Группа крови третья положительная. Дело добро, уверен депутат Палаты представителей, просто. На всеобщий призыв парламентарий откликнулся и в сложный для всей страны период. Сдавал антиковидную плазму для здоровья других. Когда стал студентом-медиком и осознавать, насколько важна кровь, насколько цена человеческая жизнь. И, безусловно, я отождествляю, что донорство – это помощь. Это важно. Это один из элементов национальной безопасности страны. Совершить тихий подвиг просто. Достаточно сдать анализы, пройти осмотр врача и регистрацию. При оформлении понадобится паспорт, а для тех, кто впервые – военный билет при его наличии, выписка из медкарты, результаты ЭКГ и флюорографии. Плюс женщинам нужна справка от гинеколога. Перед донацией обязательно нужно заполнить анкету. Здесь указываются персональные данные, аллергические реакции, сделанные ранее прививки и перенесенные заболевания. Процесс занимает всего пару минут. Кровь сдают натощак. За одну процедуру берут 450 мл, поэтому после обязательно нужно подкрепиться. В наборе, который выдают каждому – сок, вода, печенье и зефир. К слову, на донорском учете здесь состоят без малого 2000 человек. Противопоказания могут быть как абсолютные, то есть человек ни при каких обстоятельствах и условиях не может быть донором. Это наличие инфекционных заболеваний, гепатиты вирусные, СПИД, ВИЧ, туберкулез, сифилис. Также к абсолютным противопоказаниям относятся наличие злокачественных заболеваний, психических расстройств. На станции переливания крови добро спасает далеко не одну жизнь. Сюда приходят люди разных профессий и возрастов. Накануне Всемирного дня донора чествуют тех, кто всецело посвятил себя благому делу. Красный Крест подготовил символические подарки, но от чистого сердца. Я начинала сдавать кровь, когда была учащейся медицинского училища. Тогда было, как-то практиковали выездные бригады по предприятиям, по учебным заведениям. И мы, студенты, с удовольствием сдавали кровь. Когда люди болеют и им нужна помощь, можно купить таблетку, уколы. Но кровь, ее нельзя никакими технологиями заменить, изобрести. Больница имени Марзона – один из главных потребителей донорской крови в городе. Переливается тут около 3000 доз эритроцитов, 1300 свежезамороженной плазмы и порядка 600 тромбоцитов в год. На счету сотни спасенных жизней. Мы очень нуждаемся в привлечении к донорству молодых, здоровых родственников наших пациентов. Очень большое количество лиц преклонного возраста, которые поступают к нам с тяжелыми анемиями, различной этиологией, различной причиной, которые нуждаются в донорском даре. Среди добровольцев здесь свыше 50 специалистов. Случаи, когда пациенты получают кровь тех, кто их лечит – уже привычное дело. Такие моменты отмечают медики что-то большее, чем просто работа. Особо радует та ситуация, когда после сдачи крови приходишь на работу, означаешь препараты компонентов крови и видишь значительную положительную динамику после их назначения, после их введения. Самая редкая группа – четвертая. Она считается универсальной. Всего в стране порядка 68 тысяч почетных доноров. В прошлом году кровь сдали рекордное количество белорусов. Почти 102 тысячи человек до 60 лет. Но возраст планируют увеличить до 65. Плюс новый законопроект не допустит снижения выплат. Все привилегии сохранятся. Этот вопрос и стал основной темой круглого стола в Центральной больнице.